МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передача «Израиль. Здоровье». С нами в студии генеральный директор компании VIP-медицина пастор Елизарь Музыченко. Здравствуйте, Елизарь. Здравствуйте, Тамара. Елизарь, мы сегодня выбрали очень сложную тему для обсуждения – онкология. Потому что я знаю, что сегодня очень многих интересует этот вопрос. Почему так распространена эта болезнь в наши дни? Ну, скорее всего, нельзя сказать, что и раньше не было онкологии. Потому что, еще читая Новый Завет, мы видим, как Павел пишет про людей, что учение этих людей распространяется как рак. И когда я увидел это слово, я начал интересоваться, а когда же появился рак на самом деле. Не так давно откопали мумию в Египте и провели анализ, и тоже увидели в клетках мумии, раковые клетки обнаружили также. Поэтому болезнь не новая. И очень часто раньше, когда не было еще и хорошей диагностики, хорошего оборудования исследовательского, люди просто не могли определять, почему кто-то умирает. Сколько людей всегда умирало в селах, и никто никогда не проводил вскрытие, почему они умирали. Говорили от старости. 50 лет, 60 лет, и говорят от старости. Хорошо, но вы говорите как бы о древних временах, скажем, 20-30 лет назад. Так же был распространен, как сегодня? К сожалению, да. В 95-м году мой отец умер от рака. И это когда я посещал его в онкологии, онкологическое отделение было наполнено людьми. Прошло уже более 20 лет. То есть не так много говорилось о нем, наверное, как сегодня? Не говорилось, не лечилось. И всегда, когда звучало слово рак, я помню 20 лет назад ситуацию в нашей семье, что для многих людей это был приговор. Это не было возможности лечить, просто приговор. У человека рак, все, он умрет. Так считалось. Ну, опять-таки, может быть, на мой взгляд, мне кажется, все-таки возраст рака помолодел. То есть в шоке, когда 20-летние вдруг говорят, что им диагнозировали такое страшное заболевание. На самом деле, да, рак помолодел. И особенно я это могу видеть на раке молочной железы. Когда если раньше мы рекомендовали делать маммографию женщинам не раньше 40, 40 плюс, то сегодня опускается эта планка, уже говорится о 35 лет. С 30 лет даже рекомендуют уже делать маммографию, потому что нужно постоянно проверяться, потому что мы видим, рак молодеет, рак цепляет все более и более молодое население. Есть какие-то внешние факторы, которые стимулируют эту болезнь? Вы знаете, очень сложно говорить об этом, потому что никогда не знаешь, от чего это произошло у человека изначально. Конечно, большой процент можно определять по генетике. Допустим, всегда, когда проводят клиническое исследование человека, то есть спрашивают, кто-то у него болел, папа, мама. В этом случае просто человек более предрасположен к этой болезни. Да, мы знаем всю историю Анжелины Джули, которая провела генетические исследования свои, увидела, что она предрасположена к раку, у ее мамы был рак, и она просто удалила все молочные железы и сделала пластическую хирургию груди. Хорошо. Вот что нужно делать, чтобы сохранить, оградить себя от этой болезни? Первое, то, что всегда рекомендуется, конечно, это вести здоровый образ жизни. То есть, первое, мы говорим о том, что не надо курить. Курить вредно, курить плохо. И даже если кто-то говорит, да, у меня дедушка прожил 100 лет и курил, сколько людей курило, не курящих людей возле твоего дедушки, то есть, сколько людей глотало этот дым, мы не знаем. Люди, особенно мужчины, расположены из-за курения к раку гортани. 95% из 100, что мужчина заболеет раком гортани, если он будет курить. Рак легких, известно, что он тоже происходит от курения. Не только от курения, но и от курения тоже. И человек подвержен этому. Мы говорим о здоровом питании. Также рекомендуется много есть, много фруктов и овощей. Причем желательно органических фруктов и овощей. В эти дни Наоми Кэмпбелл приезжает в Израиль, и она селится в гостинице «Хилтон», и она сразу заявила, мы едим только органические фрукты и овощи. То есть, все знают только о Наоми Кэмпбелл, она следит за своим здоровьем, она правильно питается. Нельзя предохранить себя от рака 100%. Но, диагностируясь постоянно, допустим, если у кого-то из ваших родителей был рак кишечника или рак желудка, то есть необходимость раз в определенный срок, начиная, скажем, с 40 лет, с 35 лет, будем говорить сегодня, проходить колоноскопию и гастроскопию. Если у мамы был рак груди, большая вероятность, что у дочери тоже может быть рак груди. Поэтому необходимо проходить маммографию и УЗИ молочных желез. Нужно периодически, ну это больше касается, конечно, женщин, также проверяться, приходить к докторам, и просто проверяться, проходить разного рода обследования. Чем раньше ты выявляешь рак, тем быстрее ты можешь его вылечить и вылечиться полностью. Потому что если на четвертой стадии нередко мы можем только продлить жизнь пациенту, причем на много лет, то на ранних стадиях мы можем полностью вылечить. Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете приезжать в Азрааль уже не на лечение, а на диагностику? Приехать, обследоваться полностью раз в какое-то время, чтобы в случае чего начать раннее лечение? Несомненно. Мы предлагаем раннюю диагностику, мы предлагаем также, чтобы человек отдыхал. Очень важно отдыхать. Вы знаете, когда вы задали вопрос по поводу, как можно прелохраниться от рака. На самом деле отдых. Часто стрессы приводят к раковым заболеваниям. Человек находится, и наш мир вообще такой сегодня, находится в стрессе. Все люди в стрессе, никто не отдыхает. И когда только человек заболевает, он останавливается, и все, теперь я буду лечиться. Но уже нередко бывает поздно. Поэтому нужно отдыхать, не нужно впадать в стрессовые ситуации. И есть ли какие-то, особенно, травмы. Есть ли какие-то операции человек проходит. Неважно, по какой ситуации это была операция, из-за какого заболевания. После этого обязательно нужно также делать определенные проверки на раковые заболевания. Потому что это стресс для организма. Удар, травма — это стресс для организма. Из-за этого может также произойти какое-то заболевание. Как много людей приезжают в страну только ради того, чтобы пройти, провести диагностику? К сожалению, подавляющее большинство людей приезжает все-таки для того, чтобы уже лечиться. Но есть люди, которые, я бы сказал, любят себя. Любят своих детей, любят своих родителей и отправляют либо их, либо сами приезжают, чтобы просто пройти какую-то диагностику, провериться. Потому что намного проще жить, когда ты знаешь, что ты полностью здоров. Допустим, мне для того, чтобы прийти в спортзал раз в год, надо приносить справку. И доктор всегда спрашивает у меня, как я себя чувствую, дает мне какие-то направления. Я проверяюсь периодически. И я рад тому, что у меня все в порядке. Что это мне дает? Своевременная диагностика. То есть я знаю, что у меня все хорошо. Раз в год совсем нетрудно пойти сдать анализы крови. Попросить, чтобы доктор дал направление сделать онкомаркеры в анализах крови, соответствующие мужские онкомаркеры, если есть женские онкомаркеры. Человек сделал, он спит спокойно. Пастор Лизер, такой вопрос. Я думаю, что очень многие люди, которые приезжают сюда как туристы, возможно, бы хотели пройти вот такую диагностику. Возможно, скажем, приехать человеку на неделю, на 10 дней на тур, на отдых и параллельно сдать там анализы на диагноз? Да, несомненно. И у нас даже есть специальные туры, которые мы делали для женщин. Мы составили специальный тур, когда женщины могут приехать, и полнедели они посещают докторов, и вторые полнедели они находятся на Мертвом море в спа, и также совмещаем мы с экскурсиями. Мы его так и назвали, женский тур. Как долго проходит диагностика? 7 дней это вполне достаточно, даже 10 дней не нужно. За 7 дней мы реально можем обследовать человека полностью, весь его организм. Если у человека есть какие-то специфические просьбы, проблемы специфические, мы с ударением на эти проблемы проводим обследование. Не привязан ли в этом случае человек к больнице? Или он может как бы параллельно и по стране гулять, и проходить, задавать анализы? Хороший вопрос. Часто большая ошибка людей, которые сами приезжают жить или лечиться, я бы сказал, в Израиль, обследоваться. Они селятся возле больницы, думая, что так им будет легче. Люди большую часть времени не пребывают в больнице. Поэтому мы наших пациентов селимся на берегу моря. Большинство времени люди гуляют по набережной, отдыхают, дышат свежим морским воздухом, что тоже дает очень большое, хорошее, целебные свойства. Лечит людей, нередко воздух, атмосфера, отдых. И, конечно же, намного меньше они пребывают в клинике. Правильно ли я понимаю, что вы тогда советуете людям, которые приезжают как туристы, в первый день начать, чтобы вот эти вот 7 дней им хватило пройти анализ? Да, я рекомендую, чтобы мы начинали с первого дня. И причем, что очень важно, многие процедуры мы можем даже делать, не приводя человека в больницу. Я приведу такой хороший пример – анализы крови. Анализы крови мы делаем там, где пациент проживает. То есть лаборантка с клиники по нашей просьбе приезжает, человек встал с кровати, чтобы ему не надо было ехать в больницу, на голодный желудок, сей там в очереди. Он встал, проснулся, сначала проснулся, потом встал. Лаборантка пришла, взяла у него кровь и увезла это в лабораторию. Через 2 часа все анализы, которые делались, они уже у меня на компьютере. Рак все-таки он отличен? Первая стадия, четвертая стадия? Есть какие-то, я не знаю, в чем разница лечения, диагностики и так далее? Первая стадия отличается от четвертой тем, что на первой стадии нет метастаза. Четвертая стадия, обычно люди приезжают с четвертой стадией. Почему? Потому что люди не ходят к врачам, считая, что я к врачу не буду ходить, зачем мне врачи нужны. А когда уже где-то есть какая-то опухоль, она уже чувствуется. У женщин в груди, они не обращают внимания, есть опухоль или есть, это киста. Но важно пойти провериться, киста ли это. И даже если это киста, почему она там находится, не мешает ли она чему-то. Очень часто у людей есть непроходимость кишечника. Это тоже может вызывать подозрение всегда, если есть длительная непроходимость кишечника. Нужно себя провериться обязательно. Потому что четвертая стадия, человек уже наполнен метастазами. И метастазы, они разрастаются. Если, допустим, на первой стадии, можно человеку просто вырезать какую-то часть в организме, для того, чтобы убрать, удалить очаг, удалить эту опухоль, то на четвертой стадии уже не обойтись без химиотерапии. Элизер, в Израиле очень много городов, больниц, которые занимаются онкологией. С кем вы сотрудничаете? Компания VIP-медицина сотрудничает в основном с больницами, которые находятся в Тель-Авиве. Есть причины на это. Первое, что это центр страны. И в Тель-Авиве сконцентрированы три крупные больницы. Нам очень удобно, чтобы пациентов возить не по всей стране, не через полстраны куда-то, а чтобы пациенту удобно, там, скажем, полчаса у него брал максимум поездку с места на место. С консультацией, допустим, на диагностику, с диагностики, на лечение. Полчаса – это максимальное время, проведенное в машине. В Тель-Авиве находится гостиница, очень много человек может выбрать. В Тель-Авиве есть пляж, прекрасный море. И русские люди, они купаются даже зимой. Всегда у нас видят, что если кто-то купается, это с России человек приехал. То, о чем вы говорили, совместить лечение с отдыхом. Конечно, да. Поэтому мы работаем именно в Тель-Авиве. Мы сотрудничаем с клиниками Ихилов, это большая государственная клиника, с клиникой Асутой, большая частная клиника, с Шнайдер, большая государственная клиника, тоже это детская клиника, кстати. Эта клиника, она ходит в четверку лучших клиник детских мира. Мы работаем с клиниками Шива Теляшумер, также это большая государственная больница. Поэтому большой выбор больниц в Тель-Авиве, и поэтому мы хотим быть именно здесь. Кто ваши клиенты? В основном есть какая-то статистика, приезжают из России, из Украины, из Европы? Я бы сказал, 50 на 50 это Россия и Украина, в первую очередь. Периодически к нам приезжают пациенты из Таджикистана, из Узбекистана, из Казахстана. Но в основном это Россия и Украина. Это люди, которые имеют возможность без везда в Израиль, им это просто, и поэтому они не думают два раза, куда поехать, они едут, выбирают нашу страну. Пастор Элизер, мне бы, наверное, хотелось сейчас к вам обратиться как к пастору. Вот есть какие-то такие духовные моменты этой болезни, и что вы рекомендуете, что людям делать в это время, в этот сложный период их жизни? Конечно, я рекомендую не унывать. В первую очередь не унывать. Потому что уныние, оно еще больше убивает человека. Нужно верить. Нужно просить, чтобы за вас молились. И бывают совершенно разные ситуации. Я хочу сказать, что я молился, и я всегда молюсь за людей, заболевших раком, за каждого человека. И у меня были реальные истории исцелений, чудесных исцелений, когда люди полностью выздоравливали, и болезнь никогда не возвращалась. К сожалению, это не всегда происходит. Я не знаю, почему кому-то нужно прийти к врачу, я не знаю, почему где-то молитва помогла. Но мы делаем все возможное, и всегда важно не унывать, молиться, просить, чтобы ваши родные, ваши друзья молились, чтобы ваша церковь вас поддерживала. И не сдавайтесь, никак не сдавайтесь, стойте твердо на вере, что Бог любит вас, Бог за вас, и даже в этот трудный момент в жизни Он рядом с вами. Возможно, мы делаем какие-то естественные вещи, а сверхъестественные приходят от Бога. Мы говорили о том, что нужно правильно питаться, о том, что нужно ходить в спортзалы, заниматься, чувствовать свой организм. Но главное не забывать, что истинное здоровье, оно от Бога. Смотрите наши передачи на канале Дубой Н.Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok